Здравствуйте, в эфире студия Репортера, ее проведу я, Александр Вельсман. И сегодня у нас художественный руководитель ансамбля народной песни славяне Сергей Дубский и солистка, а также директор Центра культуры Национального университета Одесской юридической академии Ольга Слуцкая. Здравствуйте, и говорим о том, что 24 ноября в Доме клонов в 7 часов вечера пройдет ваш концерт, который называется «В Украине все едины». И, собственно, мы и поговорим про эту концертную программу. Давайте так, я знаю, что в вашем коллективе уже 15 лет, довольно такой серьезный возраст для коллектива, уже зрелый, заслуженный, заслуженные славы. Давайте поговорим все-таки про концерт, что нам ожидать? Концерт «В Украине все едины» — это и есть концепция показать культуру нашего края, Одесского многонационального края. Мы знаем, что у нас в Одессе очень много национальностей проживает, а также за пределами города в Одесской области очень много населенных пунктов целых, где живут болгары, гагаузы, молдаване. И мы хотим показать всю вот эту вот красоту, всю вот эту палитру в одном концерте. То есть у нас в программе будут не только украинские, не только русские песни, но и также песни этих всех национальностей. То есть мы выбрали лучшее, что на слуху у людей, что они знают, что могли бы подпевать вместе с нами и сделать такой большой марафон бессарабской культуры. Слушайте, ну действительно, у вас, начнем с того, что у вас сами выступления — это отдельная тема, безусловно, красочные и не менее красочные клипы, которые вы снимаете, которые наши зрители могут параллельно видеть, пока мы здесь находимся в студии. Все-таки насколько важно при подборе репертуара вот эти вот краски, которые не только внешне, но еще и есть внутри, которые заложены внутри песни. Вот как вы подходите к самим песням? Вы знаете, мы к песне подходим с момента ее истоков. Когда мы работаем над какой-то песней, мы обязательно эту песню должны понимать, откуда ее происхождение. Если мы конкретно понимаем, что эта песня там с Болградского района, Одесской области, мы обязательно найдем людей, которые эту песню слышали в нескольких вариантах, в нескольких интерпретациях. Мы обязательно узнаем, о чем эта песня, если она там не близка русскому, украинскому языку. Обязательно ее перевод, какие вообще есть музыкальные краски. То есть мы хотим, чтобы в нашей интерпретации песня сохраняла исток, и песня имела понимание современной молодежи, современного человека, для того, чтобы можно было вот эту вот грань между тем, что было, тем, что есть и тем, что будет, вот собрать воедино и было понятно для всех. А можно я еще додам? Вы обязательно, конечно. Мы пытаемся сделать так, чтобы в нашем выполнении уже знакомые для всех песни были в будущем. И мы достигаем этого благодаря нашему аранжированию индивидуальному, нашему бачению, нашим интересным хореографическим постановкам, потому что у нас почти каждая песня, кроме лирики, и даже лиричные, имеет сценичную постановку, чтобы было интересно не только слушать, но и за нами выглядеть. Да, действительно, то есть у вас есть какое-то еще общение происходит, то есть исполнители не просто исполнительные артисты, а еще и как актеры выступают, правильно, у вас? То есть у вас есть какое-то вот взаимодействие, вы передаете какую-то вот историю через песню, да? Да, хочу как бы сделать небольшой анонс. Первая часть нашей программы в Украине в Сеядыне, она будет как раз построена на мюзикле, который так и называется «Украинский вечернесси». То есть один из этапов и обрядов Украины, украинский вечернесси, это когда в непринужденной домашней обстановке родственники, друзья, кумовья приходят друг к другу в гости, общаются, делятся какими-то новостями, вместе сидят за столом, передают какие-то вот эмоции, и мы хотим в песне и вот в своем актерском мастерстве передать это для людей, которые будут это все наблюдать. Это очень интересно, это очень самобытно, это как бы было нами, как бы мы это наблюдали у разных как бы народов и собрали, сделали такую славянскую свою концепцию, которая будет очень понятно, доступна людям и интересна. А еще на сцене будут не только песни, еще будут элементы украинских народных танцев, будут украинские гуморезки, жарты, элементы обрядов, будет там разнообразная вышивка, коровай, сальце, знаете, будет еще гостинцы, будут сюрпризы для наших глядачей. Слушайте, ну вы не щадите тогда зрителей, зрители, которые будут сидеть в это время, будут смотреть на сальце, ну им же захочется, будет ли интеракция? Они будут иметь смогу покоштовать, но это сгодом. Да, мы это тоже подумали, когда люди переступят порог дома клоунов, они поймут, что они не в гостях, а дома. А как это все будет происходить, приходите 24 ноября в 7 часов вечера в дом клоунов, и вы это все не только сможете увидеть, но и прочувствовать и поучаствовать. Скажите, а есть ли какое-то процентное соотношение в вашем репертуаре песен на болгарском, на молдавском языках? Скажем так, больше, конечно, в репертуаре в последнее время украинских песен, потому что все-таки мы живем на Украине, коллектив имеет истоки Украины, и основа все-таки украинская песня. Но на сегодняшний день, скажем так, где-то процентов 60 это украинские песни, русские, ну и так далее уже идет непосредственно от того, насколько у нас появилась интересная идея той или иной национальности внедрить в жизнь. То есть мы стараемся весь свой репертуар, все свои песни делать, как правильно Ольга сказала, необычно. А для того, чтобы сделать необычно, нужно это прожить, нужно это прочувствовать и понимать, что это не так, как у всех, и что в то же время очень интересно и доступно каждому. А вот интересно то, что вы рассказываете, потому что действительно мы наблюдаем песню, наблюдаем и слушаем. Почему я говорю наблюдаем? Потому что действительно у вас какое-то действие происходит. Предположим, песня длится 3-5 минут. Но все, мы послушали, мы довольны, как зрители, нам нравится. Оно, я так понимаю, что проделывается огромная работа при подготовке песни. Вот расскажите немножко вот эти вот, то, что вот зритель обычно не увидит, то, что вот остается за кулисами. Вот как это происходит, работа над песней? Вот у вас есть текст, материал. Как вот аранжировки вот эти все подбираются? Дело в том, что люди, которые у нас работают в коллективе, начиная от солистов ансамбля, заканчивая аранжировщиком песен, это все люди, которые напрямую связаны уже не один год к народному творчеству. Это люди, которые напрямую не один год имеют уже свой эстетический вкус понимание народной песни. Когда мы делаем подборку той или иной песни, мы обязательно акцентируем общее внимание на том, насколько это произведение будет интересно каждому члену коллектива. И дальше, когда песня у нас идет в работу, мы стараемся ее аранжировать так, чтобы в этой аранжировке присутствовали, я же говорю, разные нотки и современные, и то, что изначально есть, чтобы было интересно всем слушателям разным возрастам. Вы не боитесь экспериментировать? Я знаю, у вас есть композиции, которые вы делали совместно с, так сказать, с джимбендом, например, да? То есть, что это как бы ребята... Это вообще другой проект, это будет мова, может быть, для этого нужно другой эфир, потому что так... Я акцентирую внимание на том, что не боитесь экспериментировать в целом. Именно. Хорошо, все-таки еще раз про мюзикл. Сам мюзикл из чего будет состоять? Сам мюзикл будет состоять из режиссерской постановки, которая будет иметь в лице каждого участника коллектива определенные роли. То есть, это будет хозяин, это будет там... Есть прописанный сценарий, правильно? Чочный прописанный сценарий, который основывается именно на погружении людей в конкретную обитель, в которой происходит действие. А вот чуть-чуть истории, Сергей. Да, конечно. Я хочу сказать, что мы не просто збираемся и на репетиции. З нами працюють найкращие специалисты. Я хочу сказать, что режиссером-постановником данного нашего мюзикла является Антонюк, Анатолий Иванович Украины, режиссер и актор российского драматического театра. Так что, это такая кропитка, большая работа, коллективная. А все-таки история, история мюзикла. То есть, что вот, если я сейчас все расскажу... Вы интригуете, безусловно, интрига, это тоже хорошо. Ну вот... История, как семья среднего возраста, среднего достатка, скажем так, приглашает в гости к себе... Украинская семья. украинская семья. Среднестатистичная украинская родина. Украинская родина, не богата и не бидна, приглашает в гости к себе своих кумовей, своего соседа и устраивают настоящие домашние посиделки. С юмором, с кими-то историями интересными, и обязательно с музыкой, с песнями. Но каждая песня, как-то, естественно, за драматургию, правильно? Каждая песня имеет определенное место в этом мюзикле, которое сопровождается как бы текстовой и основной идеей как бы программы. И сюжетную линию. Каждая сюжетная линия заканчивается песней. То есть, есть сюжетная линия общая, есть сюжетная линия конкретного эпизода, и она обязательно заканчивается песней. То есть, эта постановка является полноправным мюзиклом, который, мне кажется, аналогово в Украине никто не делает. То есть, есть просто поются песни, есть просто танцуют. А чтобы песню объединить в какой-то определенный сюжет, я считаю, что это наше как бы небольшое такое ноу-хау, и оно имеет право на жизнь, и я думаю, что людям это очень понравится. Вот, Сергей, это я хотел от вас услышать. Вы скромничаете. А еще, знаете, это такая семья не сучасная. Это, там, 19-е сторище, может быть, людям будет цикаво, зазирнути в минуле, в историю, побачить там ті вишиванки. У нас костюми також. У нас традиционные народные українськие костюми. Это вишиванки, это винки, это свитки, это шаровары. Но они не сделаны с новыми технологиями, с даванием, скажем так, стразов, очень большая количество каминя расшитого. Это все ручно расшивали дизайнеры украинские. Мы хотим, чтобы люди все-таки возвращались к живому общению. Мы хотим показать пример, как это делали наши деды, прадеды. Мы хотим, чтобы эти традиции сохранялись и чтобы молодежь на них основывалась и передавала следующему поколению. Потому что, если мы не будем этого делать, то у нас вот этот вот разрыв между прошлым и будущим, он будет где-то на каком-то этапе заканчиваться. А этого очень не хотелось бы. И, друзья мои, так как время программы немножко поджимает, а я не могу вас отпустить без песни Ольга. Можно заспевать украинскую народную песню, очень известную всем в Украине, а также за ее межами. Это из известного мультфильма. Вы сейчас знаете сами. Ой, там на на горе Ой, там на круте Ой, сидела Параголуби Ой, сидела Параголуби Огромное вам спасибо, Ольга, огромное спасибо, Сергей, что посетили нашу студию. А я еще раз напомню, 24 ноября в Доме Клоунов состоится концертная программа ансамбля народной песни «Славяне». Приходите обязательно. Это была студия «Репортеры», ее провел я, Александр Весьмом. Всего доброго, до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...